Друзья, давно не виделись. Я обещал, что мы будем стараться выходить регулярнее. Постараемся делать выпуски минимум один раз в неделю. Дальше будет видно. Сейчас мы находимся на улице Штефан Челмаре, 167. Это недалеко от мединститута. Вы помните, оттуда очень интересный выпуск был. Объясняю, почему мы сегодня здесь опять. Дело в том, что совсем недавно Влад, руководитель проекта StopBet, провел здесь рейд. Он очень дипломатично намекнул о том, что здесь парковаться нельзя. Спустя какое-то время машины все еще здесь. Я вам скажу даже больше. Тут есть один автомобиль, который был на прошлом рейде. Этот автомобиль Prius, это значит, что водитель в прошлый раз полиции с активистами, он не усвоил никакого знака. Сегодня у меня план такой. Действовать немного жестче. Мы просто становимся на тротуаре с двух сторон, и отсюда больше никто сегодня не уедет без протокола. Все, друзья, начинаем. Смотрите, какой хитрый ход водителя Prius. Он оставил номер телефона, и что вы думаете, я ему позвоню? Нет. Позвонит полиция, когда придет сюда, чтобы он пришел за своим протоколом. Знаете почему? Да потому что это наглость. Есть такая категория водителей, которые вообще не усваивают урок. Им кажется, что это какие-то игры, что они никому не мешают. Ничего. Четыре таких вот игры, и он становится пешеходом. Четыре раза по четыре балла, и у него лишение прав. Давайте я объясню. Дело в том, что этому на Prius Влад звонил в прошлый раз и предупреждал о том, что здесь нельзя парковать, а он все равно паркует. Оставив номер телефона. Не, это работает один раз. Оставили номер телефона, мы вам помогли. А дальше нет, это не уникатель. Если он с первого раза не усвоил урок, значит, это его вина. Он должен понести ответственность. А теперь давайте, собственно, посмотрим, как сюда заезжают, и что это за территория. Смотрите, слева от меня вот есть такой вот широкий тротуар, и справа от меня такой вот широкий тротуар. Теперь как сюда попасть? Смотрите, здесь установлены столбики для того, чтобы даже самый глупый, самый недогоняющий ситуацию водитель мог четко понять, что сюда въезд запрещен, потому что здесь металлические ограждения. Что происходит все-таки? Как они сюда попадают? Там чуть ниже есть заезд к фирмам. Так вот, заезжая через заезд к фирме, они поднимаются, пересекая весь тротуар, и занимают вот этот вот карманчик. Выезжать они могут точно так же. Либо уезжают вниз, либо наверх, точно так же по тротуару. Я лично считаю, что это недопустимо вообще никак, ни в каких своих проявлениях. Поэтому сегодня вызываем полицию и пытаемся пообщаться с водителями. Мы звоним 112. Алло, здравствуйте. Можно экипаж патрульной полиции на Штефан Чалмаре 167-2? Что случилось? Машины припаркованы на тротуаре. Хорошо, нас передаем. Спасибо, я жду. Все доброго. Полицию мы вызвали, пока у нас есть время. Расправляемся наклеечками. Но видно же, что стекло грязное. А грязное, потому что с утра был дождь. Вот просто люди так вот приезжают с утра, бросают машину на целый день. И все. И считают, что вот она, бесплатная парковка. В центре города. Кстати, вы, если думаете, что этот тротуар не живой, здесь люди не ходят. Вот она, заблуждение. Еще такой момент. Смотрите, сколько людей ходят. Вот здесь еще, ладно, есть кармашек. А чуть ниже, там вот ширина тротуара такая же. И если машина едет, то люди прижимаются или идут на газон. А выезжают вот с этого места, где тротуар прерывается, заканчиваются столбики. И вот отсюда, вот через полосу для велосипедистов и заезжают. Девочки удивлены, что же это происходит. Все, ребята поняли, зачем мы снимаем, что мы снимаем. Подрастающее поколение, наша новая аудитория. Ребята, присоединяйтесь. Вы же хотите свободно и спокойно ходить по тротуару. Вы же хотите жить в городе, в котором есть порядок. Я отошел еще ниже, чтобы вы понимали. Вот карманчик, откуда может заехать машина. Смотрите, вот одно место, где были содраны вот эти полусферы. Видите, здесь искусственная насыпь. Вот она искусственная. И, собственно говоря, высокий тротуар. То есть отсюда заехать крайне сложно. Крайне сложно, но раз сюда кто-то что-то насыпал, значит, они этим пользуются. Дальше у нас есть детский центр Арктикова. Собственно говоря, здесь еще есть один заезд. И вот через этот заезд, через весь тротуар, вот туда, высоко-высоко. Вот так вот, как вон та Тойота. Несутся через весь тротуар, что люди уходят в сторону. И смотрите, что делают. Раз, увидели меня и выпрыгивают. Вот такие водители же прекрасно понимают, для чего я здесь. Что мы снимаем? Вот здесь, смотрите. Раз, два. Два столбика было содрано. Для того, чтобы сюда заезжали машины. Так, а если мы повернем камеру, что мы здесь увидим? Мы здесь увидим небольшую площадку. Широкий тротуар. И знак кирпич. Знак кирпич, друзья. Знак кирпич, который установлен на тротуаре. Если вы не понимаете, то знак кирпич, это один из самых тяжелых по последствиям знаков для водителей. Вот такие вот нонсенсы у нас и порождают такой хаос. Потому что кто-то думает, если можно заехать одному, то значит будем заезжать и мы. Чем мы хуже. Для чего установлен знак кирпич в данном случае, мне лично непонятно. Кого вы хотите ограничить? Кого? Если вы хотите сделать парковку для своих, так сделайте парковку для своих, как положено. Смотрите, друзья. Помимо всех автомобилей, которые здесь есть, здесь есть как минимум два автомобиля с номерами МАИ. Для тех, кто не знает, что значит номера МАИ, это Министерство Афачио Интернет. То есть это машины Министерства Внутренних Дел. То есть машины полиции, ну или служащих министерствах. Это полиция фронтира, это таможня. Таможня у нас паркуется на тротуаре. Добрый день, вы видите, что вы в начале? Нет, 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 у меня есть, я не знаю, я хочу, чтобы вы паркете на кратах, я хочу, чтобы вы паркете на кратах. По тротуару, когда вы видите, что есть дети, и вы знаете, что сейчас есть дети, вы у нас идете по тротуару, чтобы вы паркаете где-то там, что-то там, и так далее, и именно по банке, где-то учитывая. Да, вырой, не знаю, если вы вы釣ёте, если вы учёте какие-то это все. Да, как вы начали моё? Да, как вы? По моё 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 идёт. Окей, вот как они выясняют моё моё моё. Как выzähли моё моё ferocity? С вопросом П? Где вы видите, это на Sеверном П? Вот, это был территорий. А вот это земля. А вот это, где вы стоите на тротуаре. А как я поделюсь в паркаре? Я не знаю, спиратур. Вы начальник, шофер. Вы знаете, как? Если вы приглашаете, вы должны идти в официальность в том, что есть паркаре и есть административный. Как вы поделитесь в паркаре? Илегал, мы ждем полиция. В чем претензия была? Я остановил ее, потому что она зашла на тротуар и она хочет аж с Арктику подняться сюда, чтобы припарковаться через весь тротуар. Как новичок, откуда она берет, что вообще тут парковка, во-первых. Почему через тротуар? Меня очень такие вот случаи радуют, когда водитель приходит и «Представьтесь, представьтесь, вы обязаны мне представиться». То есть они знают какие-то обязанности, но не знают элементарных правил дорожного движения. То есть они не знают, что на тротуар нельзя парковаться, но они знают, что им нужно представиться. Хотя, по сути, все совершенно наоборот. На тротуаре нельзя парковаться, а представляться, имеем право не представляться. Все, представляться можем только полиции Смотри, у него какая маленькая наклейка Откуда эта наклейка? Федеральная программа против хамства Мне плевать, на всех паркуюсь, где хочу Что за брелок от нашей наклейки? Что за барби-сайз? Наша наклейка резко подросла в размерах Получится сюрприз Двойной сюрприз для Друзья, наш подписчик, как зовут вас? Неля Спасибо вам большое за вашу работу Просто за то, что вы тратите свое время На это замечательное дело Спасибо вам за поддержку Спасибо вам за поддержку Я не упущу возможности поблагодарить наших партнеров За поддержку, потому что если бы не поддержка От партнеров, мы бы не имели Времени и не имели бы Возможности заниматься общественной деятельностью Неля, спасибо Юра дал очень интересную идею Сделать репортаж По поводу диссонанса Там висит знак парковки А в начале перекрестка висит знак Что это выделенная полоса для общественного транспорта И вот эти два знака противоречат друг другу Поэтому я планирую сделать репортаж по этому поводу Чтобы было понятно, что такое репортаж Я прорекламирую Мы создали новый канал Репортаж МД Ссылка будет в описании Друзья, обязательно подпишитесь Пройдите по ссылке Подпишитесь, там уже есть несколько репортажей Подпишитесь, потому что мы будем развивать этот канал И для того, чтобы можно было дальше приступать к следующим К следующим этапам развития Нужно, чтобы там было определенное количество просмотров и подписчиков В общем, репортаж МД Ссылка в описании Очень длинная улица И, собственно говоря, здесь нет ни одного пешеходного перехода Я понимаю, для чего их здесь нет Потому что здесь поток Чтобы не останавливать этот поток Но были жалобы на то, что здесь не хватает пешеходного перехода Это что, вы стали свидетелями о том, как у нас водители ездят по выделенной полосе? Впрочем, город Контрафтов Сзади меня центр по борьбе с коррупцией А если я повернусь в эту сторону Разрушенная обсерватория Руины посреди города Рядом с какими-то очень важными объектами Так и живем Дорогие машины Разруха, стройка Наркоманы, алкоголики Прикупил квартиру в центре, да? Девушка, здравствуйте Здесь тротуар, здесь парковаться нельзя Здесь тротуар Аич тротуар Ну и Супермите Какой-то инспектор сказал, что здесь можно парковаться Ай-яй-яй Вот смотри Ай-яй-яй Тут у нас что? Тут у нас столбики Алексей, Алексей Девушка уезжает, все Там приехала полиция Тобой ведет, сказал, пилон Вот Алексей говорит Вы видите, что здесь пилон установлен Так, друзья Мы пока здесь решали вопрос Приехал экипаж полиции И мы вынуждены подняться наверх Гоу, ну Эй, Алексей Девушка, девушка Вы куда едете? Наклейте ей, наклейте ей Это что такое? Подождите Давайте один Она сейчас начнет еруть Это что такое? Это Еширя А в Едетске есть Еширя Какой-то нужно Еширя А вы откуда заехали? Откуда вы заехали? Оттуда вы заехали? Там нету Еширя Чтобы там было Еширя У вас должен быть знак Так у меня классно В Едетске с Сонсадец Здесь люди Вы едете прямо вперед Гарит Тихо, Алексей Езжайте назад Назад Можно на Румыск? Нет Сейчас ее нужно задержать Подождите, подождите Подождите, дайте на Румыскам Дамы, мы скузаться Уйтаться Мы за ним пьетонь Еще не у меня Мунца лежит Судат еще Немерится еще Для меня вас мунца лежит По тротуару Едуард пьетонь Ну и есть машины по тротуару Да, но не есть перми Не есть перми Встречеры по тротуару Вы спать Он в урме спать Да, даться на спать Ну, 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 ничего Не пьет, я спать Ты там полиция Подождите Я вам программарю Вам программарю Вот встала Едь А где мы полиция Да, мы кем от держим Полиция в урме Да Ну, не существует Полиция в урме В тротуаре Паркаться в тротуаре Ну, не существует Для кого тогда эти пилоты установлены? Еще раз Как вас зовут? Григорий Михайлов Так, Григорий Это тот парень Который оставил наклейку Который оставил наклейку Маленькую такую Которую мы засняли Даю пример всем Лайк этому парню Все, спасибо, Юрий Все, давай Двиги себя А мы ждем полицию Полиция 100 метров выше И мы попросили Влада Отправить инспектора к нам Здесь на месте оказались Ребята-карабинеры И сейчас Сейчас будет разбирательство Дело в том, что Когда мы ее попросили уехать назад Она сдала вперед Через Алексея Сдала вперед Прямо на нас То есть Назад нужно было уехать 5 метров А вперед 100 метров И девушка выбирает Траекторию 100 метров вперед Чем 5 метров назад Вот так у нас Ни шагу назад не сдают Так, друзья Я поднялся чуть выше Саша уже здесь Я не успел пообщаться с полицейским Узнаем у Саши Саш, в двух словах Полицейский приехал Что происходит? Что происходит? Они сразу начали свою работу То есть без Каких-либо разговоров Я им объяснил Что проблема В том, что ездят постоянно Здесь и паркуется Говорят, да, конечно Все И начали фотографировать И ждем сейчас эвакуатор Спасибо Свежие новости С места, которое находилось Ниже меня 100 метров Там, где агрессивная девушка Заезжала на Алексея В общем, как только мы отошли Алексей остался ждать полицию И рядом осталось два карабинера Недолго думая Девушка нажала на газ И проехала мимо Мимо всех, кто стоял на тротуаре И свалила Вот так вот у нас люди Хотят понести ответственность Хотят узнать правду Не стала дождаться полиция Друзья, сзади меня вы видите У полицейских появилась работа Как я это понимаю И как вам это объясняю Скорее всего Это кто-то из водителей Уже пришел Отдал свои документы Обелечивается Ну и поедет с протокольчиком Дальше Три водителя Обелетились Вот так Вот то, о чем я вам говорил Видите, когда машина едет Что делают люди Просто уходят в сторону Здравствуйте Нам пытается, господин уважаемый Доказать, что это Каля-де-Акчез Сюда Так, Каля-де-Акчез, да? Да У нас специалисты В том доме Или в Саугаде Да, в том доме Это корректно Я крестую Каля-де-Акчез В центре Републики Петховский Принт тротуар У меня есть план Геопортал Вот ваша территория Вот этот вот находится тротуар Здесь, посмотрите Нет, ни одного заезда нету Вот, это на официальном геопортале Посмотрите Геопортал-у аста У них линия демаркажа Там есть парад Сейчас Линия демаркажа Вот эта территория Вот эта территория Это не наша уже территория Значит, вы на нее заезжать не можете Тихо Тихо Значит, вы на нее заезжать не можете Правильно Не можем, не можем А где можем Знак Для кого установить? Для чего установить? Что этот знак значит? Это значит Для тех, которые не понимают Что... Тут можно только Те, которые работают Тут Телефстары И родители Я сейчас согласен Но он не заезжает Я саму Че еще пачете вы? Я саму Да вы Треб-совет Треб-совет Олеаке димасуру Вы Мы совем масуру Сау, вы совет Я вижу машину мне, бэээ Ты видишь машина моя здесь? Подожди Те, я в территории не уж Какие проблемы? Вы находите на своей территории Ни ше в сё Вы сейчас показали на вот эту вот территорию Вот эта территория Она не ваша Это домн-у примар Са ле întреба У нас начинает осигурать Акчесула Ла институции Ле публичи Точно Я для особо одаренных Еще раз повторяю Мы отвечаем за свою территорию Те, которые Еще Для особо одаренных отвечают Здесь мы не отвечаем Подожди Подожди Вы меня делаете Вы меня делаете особо одаренным Я говорю Вы создали такие условия Я на факутнейшую условия То есть Если у Фостен-Урма О менажерии Тогда следует закону У вас здесь нету заезда Так что закону Треба Чи не отвечает У вас есть титул На эту территорию Ходите Хеликоптер сажайте сюда Отсюда проезда нету Ну и Хеликоптер с менажерами Малчебан Проблема та Карий Проблема та Карий Думали Машины сюда заезжают И оставляют машины Все Давай я расскажу К чему мы пришли Он показал План На территорию Вот Желтая плитка Я ничего не претендую Пусть она будет их Она может быть у них в Аминажаре Может быть в частной собственности Никаких вопросов нету Что хотят То и делают на своей Территории Вот эта вот территория К которой я стою Это тротуар Здесь по кадастрому плану К генеральному плану Нашего города Здесь нету въезда Они говорят Примар сделал им здесь Личный заезд Как это все делается Ну не знаю я как это делается Вернее я не хочу сейчас Подымать эту тему Как все это делается Но Судя по Судя по Генеральному плану Судя по тому что нету Соответствующих знаков Здесь нету Не так заезда На их территорию Нету. По плану здесь Прерывание тротуара Нету, нету И то, что он сейчас показывает их план Он показывает их территорию Но мы сейчас ведем разговор Об этой территории Потому что что происходит, когда здесь На их территории якобы Заполняются машинами Встали 10 машин и закончилось Машины начинают становиться на тротуар Вот как здесь, вот как там Как ниже был автомобиль, который Алексей Задел на тротуаре Вот что здесь происходит, об этом конкретно речь Не о том, что у них своя личная территория Со знаком кирпич Вот о чем речь Рассказываю, показываю Мы спустились 100 метров ниже Арктику Здесь у нас есть заезд на некоторую территорию Под шлагбаум Давай зайдем и расскажем, покажем Вот, это тот самый центр Арктику Здесь у них заход в блок Д Показываю Показываю, вот блок Д Хостел Арктику Там шлагбаум И, собственно говоря, вот здесь есть шлагбаум И здесь у них есть парковочка Вы видите? В чем проблема, собственно? Парковка для специальных людей Пустая Вот, собственно, все И понятно Парковка у них есть полупустая Но Почему-то конфликты возникают За счет другой территории Которая не является парковкой Друзья, а тут Присоединился к нам на рейд Наш активист Пока не закончишь рейд Привет! Катай, смотрите как Катается на альтернативном транспорте Удобно Пока не Мешает тут машинка Пока машины не мешают Да Как у нас? Ну, слава богу Ты как? Все хорошо? К чему-то готовишься? Да, сейчас бой будет В юге Друзья, это наш активист Как сказать активист? Он нас поддерживает очень сильно Приходил к нам на рейды Друг нашего движения Он спортсмен, боец Давайте мы сюда вставим инстаграм Кому интересна эта тема Подпишитесь Парень реально очень хороший И правильный Так что Лайкосик парде Спасибо за поддержку Будем стараться вас радовать Я вернусь чуть-чуть назад Там, где я оставил Сашу с ребятами Там экипаж полиции Потому что мне передали Еще пару водителей подошли Получили свои протоколы Мы до сих пор ждем как бы эвакуатор Ну и я подхожу к этому пятачку И вижу, как два парня старательно Отдирают наклеечки от своих машин Солнышко сегодня на нашей стороне Оно нам помогло На наклеечки приклеились Очень славно В двух словах расскажите Какой штраф Какая штраф Для парковки Остановка Там 238 часть первая 238 часть вторая От 3 до 18 Те, кто соглашается Вы по минимуму делаете? Конечно Кто признает вину Это уже минимальный штраф Эвакуатор вы вызывали сюда? Мы вызывали уже Люди уже отменили Там есть ниже этот Мерседес стоит давно Там есть другой экипаж Если видите Нам продублировали? А, все Если вам почитать нужным Чтобы он подошел Он подойдет Эвакуатор И они поделят машину По теме Димитрова Да, да Все понятно Спасибо Спасибо Звоните Да, спасибо за вашу службу Слушайте А я не заметил Тут пока Суть до дела Объявился водитель Мерседеса И ее пригласили Пригласили К автомобилю полиции Так, и что же мы слышим? Ага Слышим, что я сделала два круга Я не нашла парковочное место Почему так, девушка? Почему так? Это был Это был риторический вопрос Почему? Когда у вас будет работа Когда у вас будет машина Тогда в объекте будет марковаться Давайте я вас удивлю У меня есть работа У меня есть машина И у меня есть ребенок Надо бы вам сказать Ну вот мы бездарь Безработный Да В глазах В глазах людей, которые нарушают Я Бездарь Тудьядец Безработный Без машины Просто человек Которому скучно живется И уходит по городу Чтоб кошмарить водителей Нет у них понимания Что у меня реально Я реально живу в этом городе И когда-нибудь Мой ребенок станет постарше И он увидит Какой бардак творится В нашем городе И он спросит Папа А ты что-нибудь сделал Чтоб ситуация изменилась? Я не хочу Чтоб мне было стыдно Что я буду говорить Виноват Киртуака Виноват Чебан Я постарался Я сделал все Что в моих силах И я буду горд За то Что я хоть что-то сделал Вот если бы В нашей стране Было бы дофига людей Хотя бы Хоть что-то сделали А не накричали на меня У нас бы не было бы Такого бардака У нас бы не было причин Кричать Что виноват Вася Петя Виноват Америка Виновата Россия У нас бы Коллективная сознательность Была бы Вот что у нас было бы Друзья Я думаю Что на этой ноте Можно наш Такой вот Насыщенный На события выпуск Заканчивать Все что мы хотели Узнать в этом выпуске Мы узнали Каких результатов Мы планировали добиться В этом выпуске Мы добились Все кто был на этом месте Получили свои протоколы Остался последний Автомобиль С номерами ВЛР1 Наш оператор Предположил Что это Варламов 1 Он тоже сейчас Либо получит протокол Либо уедет На штрафстоянку По поводу Места ниже Арктику Мы все узнали О том Что у них там Нету никакого заезда Все то что там Есть Это знак Кирпич Над которым Еще нужно поработать Нужен ли он там Или нет И вообще В принципе Там должен быть По идее Закрыт въезд Поэтому друзья Можно смело заканчивать Наш выпуск Помните Что наши выпуски Возможны Благодаря вашей поддержке На патреоне Именно ваша поддержка На патреоне Помогает развиваться Нам Помогает развиваться Таким вот Общественным движением Поэтому Ваша поддержка На патреоне Очень важна Все друзья Наш выпуск заканчиваем Пока пока